Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Это важнейший этап в строительстве любой гидроэлектростанции. В Росгидро запустили воды Кубани через новые гидротехнические сооружения красногорских малых ГЭС. Зачем ждать, когда мы заболеем? Защитить себя и своих близких. Все больше жители Карачао-Черкесии желают сделать прививку от коронавируса. У Хаски очень добрый характер. Этот щенок теперь будет радовать своего юного хозяина Семена Морозова. А мечту его исполнил сам президент России Владимир Путин. Мы знали самую приятную новость. Отдел культуры Хабибского района присоединился к эстафете добра, организовав благотворительный концерт для спасения малыша Адама Нагоева. Гидроэнергетика становится ведущей отраслью промышленности в Карачао-Черкесии. В республике продолжается строительство двух красногорских малых ГЭС. Сегодня состоялся переход к более интенсивному этапу строительства. С церемонии перераспределения потоков воды реки Кубань через новые гидросооружения. Репортаж Альвины Ламковой. Ансамбль Эльбрус радушно встречает гостей. Затем собравшимся представили видеоролик о строительстве красногорских малых ГЭС. Четыре гидролига будущих станций изготовлены в России. Карачао-Черкесия и Паурус Гидро активно ведет инвестиционную политику, которая позволяет обеспечить новые рабочие места. Ведь только на этой стройке работает более 600 человек, живущих в близлежащих районах. А еще компания является крупным налогоплательщиком в республике, отметил глава региона Рашид Тимрезов. Также рассказал о своем опыте работы в сфере энергетики. Был начальником управления производства технологических комплектаций СФК в гидроэнергостроя. Для меня это все близко. Я знаю вообще труд строителей. Очень важный. А особенно, так будем называть, гидростроителей. Ну, конечно, то, что сегодня у нас там на транспорте написано, я со многим не соглашусь. Особенно с фразой «Кубань, мы тебя покорили». Кубань невозможно покорить. РУС Гидро имеет статус лидера гидроэнергетики в сфере развития малых ГЭС в России, обеспечивает население экологически безопасной энергией. Станции питают 65 тысяч квартир. И будут их питать на протяжении 50 лет без ремонта. После официальной части состоялось и долгожданное событие. Надо сказать, что преобразование на ГЭС никак не повлияет на экологию в республике. Качество воды не испортится? Качества воды нет. Фактически, вода какого качества зашла в наше сооружение, такого же вышла. И здесь будет вестись ежедневный мониторинг. Здесь предусмотрены рыбозащитные сооружения. Популяция рыбы здесь не уменьшена. Плюс для того, чтобы популяцию рыбы увеличить, внизу по течению будут дополнительно ежегодно выпускаться мальки. Тем временем на самом участке кипит работа. Строители возводят временную защиту, где будет проводиться процесс по дальнейшему запуску воды. В будущем гидроэлектростанции должны влиять только на стабилизацию уровня воды, оптимизацию ее режима в реке Кубань, что позволит увеличить выработку электроэнергии на уже существующих станциях. Строительство двух малых ГЭС началось еще в 2019 году. И, согласно проекту, должно завершиться в 2022. А так поднимать плотину вот здесь будем, месяц на метро, наверное, 30. Насколько позволит влашать местности. А там дальше котлован. Это убираем, воду запускаем. Это важнейший этап в строительстве любой гидроэлектростанции. Теперь река Кубань течет через уже построенные гидротехнические сооружения, водосброс малых ГЭС, что дает возможность развернуть строительство здания с машинным залом второй малой гидроэлектростанции. При этом гидрологический режим реки не изменяется. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня глава республики Рашид Тимреза провел рабочее совещание с членами правительства по вопросу лекарственного обеспечения больных с сахарным диабетом. Министр здравоохранения доложил, что на данный момент заключены госконтракты на осуществление поставок для детей с диабетом на 5 месяцев. По итогам совещания, проект бюджета на текущий год будет пересмотрен в сторону увеличения размера финансирования на льготные лекарства. Также принято решение запустить горячую линию по вопросу медицины, которая будет открыта на базе колл-центра 112. 8 миллионов россиян уже привились от COVID-19. Активно идет вакцинация и в Карачаево-Черкесии. Наша коллега Медина Джанкиозова сегодня также пришла в пункт вакцинации. За несколько дней до этого она сдала анализ на антитела. Их не оказалось, и поэтому решение было однозначным делать прививку. Заполнив анкету и пройдя осмотр терапевтом, Медина успешно прошла данную процедуру и отметила, что очень важно сделать прививку от COVID-19, чтобы в первую очередь защитить себя и окружающих. Мы каждый день встречаемся с людьми. Не хотелось бы их заразить. Это во-первых. А во-вторых, кто переболел, тяжело болел, в COVID-центрах лежал, выходят, и я вижу, через месяц они поступают или в больнице, или лечатся в поликлиниках, становится плохо. Зачем доводить до такого? Лучше уж вовремя сделать прививку и уже жить спокойно. Во-первых, врачи говорят, что COVID сам по себе не пройдет. Надо делать или прививку, или переболеть. Так зачем ждать, когда мы заболеем? И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 886 человек. Из них 19 796 выздоровели, 132 человек госпитализированы. Но сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в отдельных районах сильный, ночью гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью плюс 3, плюс 8, днем 7-12 выше нуля. В горах местами до плюс 6. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем умеренный. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Во многом жизни нет алтарея выигрышев, которые распределяет судьба. Если сильно захотеть, то все исполнится. Житель Карачаева-Черкесии загадал желание. Отправил видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным. И мечта семиклассника Семена Морозова из села Дружба сбылась. Светлана Шаганова расскажет подробнее о счастливом обладателе четырехлапого подарка. Еще в декабре Семен Морозов увидел по телевизору анонс прямой линии с Владимиром Путиным. И решил записать видеообращение через приложение «Москва Путину». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Морозов Семен. Я проживаю в городе Черкесск, Карачаева-Черкесская республика. Я бы хотел у вас попросить собаку. Зачастую дети мечтают не о мешке с деньгами. Просьбы гораздо проще. Хочу кошку или собаку. И желание Семена вполне объяснимо. Щенок породы сибирских хаски успешно приехал в Карачаево-Черкесию. Как дорогу песик перенес? Прекрасно. Спал на подушечке. Собачку торжественно вручили представители регионального народного фронта. Так как все обращения, поступившие на имя президента, лидера ОНФ, передаются в Народный фронт для дальнейшего решения. Найти хорошего щенка было непросто. Как рассказывает Людмила Капушева, заводчика собак породы сибирских хаски нашли в Армавире. Длительное время пришлось поискать подходящего щенка, действительно нужной породы, со всеми необходимыми документами, привитого. Вы видите, что это из питомника, такого уже проверенного. Мы отрабатываем все эти обращения совместно с органами власти, совместно с некоммерческим сектором, совместно с волонтерами. В данном случае партнером нашего сегодняшнего замечательного мероприятия стало общество «Чистый город». Большое им за это спасибо. Щенок немного волновался, ведь ему всего один месяц. Семен, находясь под впечатлением, рассказывал гостям о том, как давно мечтал о собаке и как втайне от родителей решил обратиться к Путину. Долго я придумывал, что скажу, записал я утром и сказал, Владимир Владимирович, можно, пожалуйста, мне собаку, хаски. И Владимир Владимирович исполнил твое желание. Да. Мне позвонили через два месяца, сказали, Семен, это ты обращался? Я сказал, это я. Было очень волнительно. Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Мы за вас. В доме у Морозовых из животных кот и кошка. От такого количества гостей и поскуливания, выпучив глаза, они явно искали пятый угол. Но, как считает сестра Семена, скоро они подружатся. Александра тоже мечтала о собачке. И, как говорится, счастью не было предела. Хозяйка питомника «Южная стая» Татьяна Донская дала рекомендации по уходу за щенком. Сибирские хаски. Собака очень активная. Вы должны к этому быть готовы. С ней очень много надо гулять. Воспитание никто не отменял. Хаски всегда хотят быть лидерами. Но главным должен быть хозяин. Только тогда можно рассчитывать на тандем. Семен уже посмотрел немало роликов по уходу за хаски. И готов воспитывать, выгуливать и дрессировать. У хаски очень добрый характер. Они приспособлены к любой тяжелой работе. Они очень выносливы. А главное, представители этой породы – верные спутники и компаньоны. Светлана Шаганова, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Из Дружбы. Неравнодушные люди постарались внести свою лепту в спасение жизни малышу из Кабардино-Балкарии Адаму Нагоеву. Ему для выздоровления нужен был препарат стоимостью более 2 миллионов долларов. Отдел культуры Хабецкого района присоединился к эстафете добра, организовав благотворительный концерт, полученные средства от которого пойдут в копилку. Фатима Даурова побывала на нем и узнала, почему жители Карачаева-Черкесии так живо откликаются на зов помощи. День клонится к закату. И к назначенному времени к Дому культуры аула Хабец подтягиваются жители района. Контингент разный, от детей до взрослых. Каждый из них решил поучаствовать в благотворительной акции, чтобы хоть как-то помочь больному мальчику Адаму Нагоеву. И у каждого на душе надежда, что все у малыша наладится. Должно, когда столько людей проявляют инициативу и просят у Всевышнего избавления от болезни. Мы хотим как-то помочь все равно. И без этого концерта мы как бы и на улице, и на остановках вроде бы как бы собирали на сбор. И поэтому я думаю, что лишним не будет для этого ребеночка. Приятно, что у нас проводятся такие благотворительные мероприятия. Приятно, что эти 200 рублей от каждого получит этот ребенок. Да, чтобы у него все получилось. Буквально за 15 минут до начала концерта всех зрителей и нас, съемочную группу, известили. Мы узнали самую приятную новость. Оказывается, сбор Адамчику Нагоеву уже закрыт. И все средства, которые сегодня получили организаторы, будут направлены другому маленькому ребеночку. Это девочка Саула Хабец, которая нуждается тоже в такой помощи. У нее опухоль мозга. Выступление ведущих артистов адыгской эстрады собрало весь зал. Свободных мест практически не было. А это значит, что и сумма сбора, почти 87 тысяч рублей, обрадовала организаторов и самих артистов. Мы очень давно видели, что этому мальчику идет сбор средств. Мы не знали, как помочь, чем помочь. Мы очень долго думали и решили организовать благотворительный концерт. Ни один артист не отказался. Все сразу откликнулись. Сегодня все билеты проданы. Буквально 15 минут назад нам пришла замечательная новость, что сбор закрыт для дамчика Ногоева. И мы решили, так как средства уже есть, у нас тут в ауле Хабец есть девочка. Ей всего два годика. У нее опухоль мозга. И мы решили все средства, которые выручили сегодня на концерте, перечислить этой девочке. Нужно же помогать нашим людям, нашим маленьким детям. Кто, если не мы. Если мы можем хоть какую-то мизерную помощь, но это же все равно помощь. Мы всегда готовы помочь. По мере возможности, как можем, так и помогаем людям. То есть у меня есть ребенок, и я знаю, я понимаю эти чувства. Как бы не хотел бы, конечно, этого почувствовать, но от этого никто не застрахован. И по возможности помогаем и будем помогать до стола. Сбор, который находился в статусе срочного, закрыт. Искренним участием отозвались тысячи сердец, неравнодушных к чужой беде. Олицетворение слепой удачи, образ богини Фортуны с давних времен связывали только с положительным влиянием на судьбы людей. В этот раз она обернулась для двухлетней девочки удачным случаем. Когда от сердца к сердцу добро летит, иначе быть не может. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных выходных и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин